Блины, баранки, чай и другие угощения. Всё это пришлось по вкусу жителям Киевского района, которые в выходной день смогли провести время весело и с пользой. Очень вкусно, хорошее. Мальчик угостил даже бубличками. Так что всё хорошо. Хоть нынешняя зима была не очень холодной, весну все ждали с нетерпением. Праздник Масленицы – это весеннее настроение, ожидание расцвета природы, а Масленичная неделя – традиционное народное гуляние. В этом сквере такие праздничные мероприятия нередки. Поводов для этого хватает. Концерты, ярмарки, детские праздники проходят здесь при поддержке депутата от Киевского района Дмитрия Тантюры. Киевский район – это большая дружная семья. Я вам повторю, что это традиционные мероприятия, которые мы проводим, для того, чтобы… Ну, жизнь и так непростая. Везде всё время какие-то проблемы. Я уверен, что такие мероприятия помогут людям сменить картинку. У мужчин появится желание очередной раз признаться в любви своим женщинам, особенно учитывая, что сегодня 9 марта. Местные жители знают – здесь они встретят друзей, единомышленников, с которыми под угощение можно поговорить о семье, о городе, получить заряд отличного настроения. Спасибо большое Дмитрию Николаевичу, что он такое устраивает, и угощение. Со всем удовольствием бабушки посидели и посмотрели, и всё. Очень хорошо, всё хорошо, мы очень благодарны, что он всегда устраивает. Для нас, пенсионеров, это очень и очень хорошо. Хоть мы имеем куда пойти, пообщаться с людьми, посмотреть. Детям тоже было чем заняться. Они с удовольствием принимали участие в весёлых подвижных играх, танцевали, смотрели подготовленные для них представления. Ведь праздник – это ещё и творчество, говорит Дмитрий Тантьюра. Сегодняшнее мероприятие подразумевает собой не только лакомство, а ещё и творческий подход. Вы видите, что есть развлечение и для маленьких жителей Киевского района, есть и танцы, музыка. Сегодня будет принимать участие группа «Славяне», которая, я думаю, что задаст тон сегодняшнего мероприятия. Полетели, полетели, полетели. Летим, летим, летим. Волшебнику прилетаем. И приземлились. В этом году мы, конечно, зиму проведём, но зима-то нас пощадила в этом году. Там, если я не ошибаюсь, был два раза снег всего. Но, тем не менее, эта традиция очень давняя, дохристианская ещё, которая так перешла плавно в сегодняшний день. Ну, это традиция наших предков. Я думаю, что самое главное – это настроение. Люди должны отдыхать. С этим согласны и одесситы. Ведь такие праздники – это возможность собрать за столом семью, близких и друзей. На пеку придут родственники, сядем, покушаем. Традиция обязательно не должна уходить, потому что на всё это отходит уже. Вся молодёжь уже этого не признаёт. А это как красиво. Пекли сами, пришли все родственники, сели, отметили. Попили чаёк, кофе. Кто чаёк, кто кофе. Надо, чтобы люди общались, чтобы была какая-то связь между людьми. Потому что одиноким быть – это очень тяжело и вредно. Вообще нужно поддерживать. Это реально в поколение, в поколение. Конечно, мы уже не так отмечаем. Где-то в сёлах лучше отмечают уже Масленицу, конечно. Гуляния у них всякие. А у нас как бы так, по-скроему. Конец недели для тех, кто пришёл на праздник, был наполнен прекрасным настроением, говорят одесситы. Прекрасно. Просто умничка. Умничка. Он так сделал красиво. Вот нарядные все вот эти девочки, мальчики. И чтобы все так это старались сделать такую красоту, как сделал танцёра. Молодец. Умничка. Умение оставаться бодрым и оптимистичным в любом возрасте – особое качество. И такие праздники способствуют тому, чтобы одесситы проводили время интересно и с пользой.